Эпоха Церкви Однако, как мы уже заметили, даже в тех церквях, которые существовали на самом раннем этапе христианства, когда Библия еще находилась в стадии написания, в них уже наблюдалось явное отступничество. Уже тогда Сатана успел завладеть многими из этих церквей и полностью засадить их своими сорняками. Описание церквей во второй и третьей главах книги Откровения указывает на состояние всех церквей и общин в течение всего периода Нового Завета. Более того, внимательно изучив историю церкви, мы видим, что полного послушания Библии в ней практически никогда и не было. История церкви изобилует свидетельствами о неверности и непослушании Слову Божьему. Апогеем подобного непослушания был, пожалуй, период реформации в Европе, 400 и 500 лет тому назад. В то время во всем христианском мире доминировала римская католическая церковь. Она настолько далеко зашла в нарушении Божьих законов, что праведные католики Мартин Лютер и Джон Кальвин вынуждены были покинуть эту церковь и стали родоначальниками протестантских церквей. Многие из этих новых церквей того периода искренне старались быть верными Слову Божьему и соблюдать Божьи заповеди. Однако не прошло много времени, как большинство из протестантских церквей постепенно заменили учения Библии своими. При более внимательном изучении истории этих общин мы можем видеть, что они стали искажать истину, уча, что для получения спасения человеку необходимо всего лишь принять Христа как своего личного спасителя. Однако подобное учение не является евангельским. Библия учит, что вся работа по спасению принадлежит одному только Богу. Несмотря на это, в эпоху церкви Бог все равно продолжал спасать некоторых людей. Является ли вся Библия непогрешимым Словом Божьим? Среди многих протестантских деноминаций, которые образовались со времен Реформации, существует ряд разногласий по поводу определенных аспектов и доктрин Библии. Сам по себе этот факт уже доказывает, что каждая из этих деноминаций выбрала из Писания понравившиеся стихи и на их основе создала свои символы веры и доктрины. При этом каждая деноминация утверждает, что именно ее утверждения являются наиболее непогрешимыми и безочвыбочными. В результате церкви стали строить свои доктрины на основании их понимания отдельных стихов из Библии. Учения, которые развивались в истории церкви, внешне выглядели совершенно истинными и соответствующими Слову Божьему, то есть Библии. Однако те самые истины, которые на первый взгляд выглядели непогрешимыми и верными, не всегда были такими. К сожалению, довольно часто те стихи, которые церкви избирали для разработки своих доктрин и правил, понимались и толковались неверно. Ошибки происходили из-за того, что эти богословы не сверяли понимание отдельного стиха в свете всего Писания. Они не исследовали Библию со всей тщательностью, не сравнивали Писание с Писанием, чтобы убедиться в правильности сделанных выводов. Внешне казалось, что эти люди верили авторитету и непогрешимости всей Библии, но на самом деле они полагали всю свою надежду и доверие только на отдельные стихи, которые они выбирали для основания своих доктрин. Таким образом, они отвергали авторитет каждого отдельно взятого стиха Библии. Вследствие такого недоверия Библии, часто то, что проповедовали церкви, было далеко от истины. По этой причине в эпоху церкви возникло множество различных пониманий и толкований библейских доктрин, и часто разные деноминации противоречили друг другу своих учениях. Например, баптисты не соглашались в своем вероучении с лютеранами, лютеране с пресвятирианами, пресвятириане спорили с баптистами и так далее и тому подобное. Подобные споры возникали по поводу многих учений и истин Библии. Мы знаем, что Библия является истинной и достойной полного доверия, и это относится буквально к каждой ее доктрине. Следовательно, на каждый вопрос может существовать только один правильный ответ. Таким образом, если по определенному вопросу у разных деноминаций возникает несколько различных столкований, это говорит о том, что только одна из них права, а все остальные проповедуют на этот счет ложь. С другой стороны, если бы все эти деноминации верили, что вся Библия является непогрешимым словом Бога, и если бы их утверждения были основаны исключительно на Писании, то можно было бы логически предположить, что в конце концов все церкви пришли бы к единому толкованию библейских доктрин. Кроме того, существуют определенные деноминации, такие как римские католики, мормоны, адвентисты седьмого дня, а также церкви харизматов, которые открыто утверждают, что их доктрина основана не только на Библии, но также и на дополнительных откровениях от Бога. Они доверяют определенным посланиям, которые Бог якобы продолжал давать людям после завершения написания Библии. Таким образом, в самой основе таких церквей уже лежат определенные авторитеты, которые влияют на их понимание Библии. Эти авторитеты не имеют ничего общего с авторитетом Бога, потому что только Библия является исключительным источником истины. Книга Откровения, 22 глава, 18-19 стихи. Нам нужно четко понимать, что к Библии невозможно ничего прибавить. Она была завершена примерно 1900 лет тому назад и с тех пор остается неизменной. Как мы уже упоминали, Бог предвидел и предсказал такое развитие событий в церквях и деноминациях, именно по этой причине в книге пророка Исаии, 9 глава, 3 стих, он провозглашает «Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Здесь надо сказать, что переводчики русских текстов Библии не поставили отрицательную частицу «не» перед глаголом «увеличишь», тогда как в древнееврейском оригинале она имеется. Таким образом, этот стих правильно читать так. «Ты умножишь народ, не увеличишь радость его». Другими словами, несмотря на то, что сыны Израилевы здесь имеются в виду поместные церкви по всему миру, будут численностью, как песок морской, только малый остаток из них спасется. Послание к римлянам, 9 глава, 27 стих. Эпохе церкви наступит конец Бог предсказал, что придет время, когда эпохе церкви наступит конец, после чего Он начнет работу по завершению жатвы избранных им ко спасению, индивидуально распространяющих евангелиевскую весть и не находящихся под авторитетом церкви. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 по 6 стихи. Библия учит, что в истории мира наступит период так называемой «заключительной скорби», который в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 стих назван «великой скорбью». В этом стихе мы читаем, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Важно помнить, что мы с вами живем в такое время, когда можно оглянуться и увидеть почти все две тысячи лет истории мира, то есть всего того, что произошло после завершения написания Библии. Многие небиблейские исторические источники свидетельствуют о том, что вся эпоха церкви со всеми учителями и толкователями не имела успеха. Мы упоминали, что Библия предсказывала несовершенство церкви. Однако такой вывод наталкивает нас на один довольно обширный вопрос. Изучающие Библию на протяжении всех времен понимали, что наступит конец мира. В этот момент все неспасенные люди будут осуждены Богом на вечное наказание, а спасенные будут вечно пребывать со Христом на новом небе и новой земле. Субтитры создавал DimaTorzok